Ранним утром в четверг на Тюменском тракте на выезде из Екатеринбурга сотрудники ГАИ, Ространснадзора, ФМС и других государственных служб провели традиционный рейд по выявлению нарушений, связанных с автобусными перевозками. Доброе утро, старший госинспектор, депутат. Дмерь откройте еще, пожалуйста, в заднем. Сентябрь – время уборки урожая корнеплодов, картофелей и капусты на Среднем Урале. Еще четверть века назад в это время на помощь колхозникам из города везли шкалеров, студентов, инженеров и ученых. Сейчас эту нишу почти полностью закрывают специалисты из других. Традиционно сельскохозяйственных стран. Но если к студентам, как правило, никаких вопросов не возникало, то иностранцам требуется миллион бумаг, подтверждающих наличие у них права встать с ведром на грядку с затарахтящей мацепурой. Но если у сотрудников миграционных служб вопросы возникали к пассажирам останавливаемых автобусов, то гаишников интересовали в первую очередь водители. В первую очередь обращается внимание на соблюдение правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров. Это соответствие конструкции транспортного средства, наличие необходимой путевой документации, соответствующей отметке в этой путевой документации. Также проверяется наличие лицензии, проводится проверка предрейсового прохождения водителей медицинского осмотра, а также предрейсового контроля технического состояния транспортного средства. В ходе непродолжительного рейда проверяющие отправили на штрафстоянку два микроавтобуса, водители которых выполняли заказные перевозки, не имея на то лицензии. В отдел полиции номер 6 были доставлены 10 трудовых мигрантов, чьи документы оказались не в порядке.